МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали меньше читать классику. В рязанских школах подвели итоги написания учениками итоговых сочинений. Региональный конкурс среди молодых библиотекарей. В Горьковской библиотеке обсудили способы привлечения читателей. Но теперь обо всем подробнее. Получила продолжение история с белорусской колбасой, в которой специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус чумы африканских свиней. В начале декабря сотрудники ведомства изъяли из магазинов Рязанской области колбасы, содержащие этот опасный вирус. Колбасные изделия произвел МИОРский мясокомбинат в Витебской области Белоруссии. А вчера стало известно, что в пробах еще одного белорусского мясокомбината выявлены нарушения фитосанитарного контроля. Крупная партия белорусской колбасы, завезенной в наш регион в середине ноября, была взята под контроль ветеринарной службы Рязанской области. Причиной столь кардинальных мер, по словам представителей Россельхознадзора, стало то, что в ходе проверки партии колбасы в документах не был проставлен штамп с пометкой «Груз учтен», что является злостным нарушением правил ведомства. Раз в отношении продукции не подтверждено ее качество, ветеринарная и санитарная безопасность, эта продукция может быть небезопасна как человеку, так и окружающей среде. Эта информация уже успела устареть, как наверняка и сама колбаска. С 17 ноября 2014 года постановлением губернатора Рязанской области введены временные ограничения на ввоз сеноводческой продукции без согласования с органами ветнадзора. Тем не менее, в нарушении указанных ограничений в Рязанскую область продолжает поступать продукция, в том числе и в Беларуси. При этом уже неоднократно выявлялись случаи обнаружения в продукции белорусских производителей генома вируса АЧС. В начале этого месяца ситуация повторилась. В региональное управление Федеральной службы по ветеринарному надзору поступила информация о том, что на прилавках продуктовой ярмарки в Петелинском районе вновь появилась колбасная продукция из Беларуси. На этот раз проверка показала присутствие в продукте вируса АЧС. При проведении входного контроля на ярмарке в районном поселке Петелина были отобраны пробы колбасы производства Беларуси, Мерский мясокомбинат, в которой впоследствии Рязанская областная ветеринарная лаборатория выявила геном вируса АЧС. Что хочется сказать об этом вирусе? Вирус АЧС не опасен для человека, для жизни и здоровья человека, но несет в себя огромный экономический ущерб, поскольку в случае выявления данного вируса в спинопоголовье, спинопоголовье уничтожается в радиусе 20 километров. Данная продукция изымается и уничтожается в целях недопущения дальнейшего распространения вируса. Уничтожается путем сжигания. К сожалению, в случае не единичной, так и до начала декабря, также поступало в управление информацией. Колбасная продукция была изъята и уничтожена. В связи с учащением случаев проявления белорусским производителям подобного рода халатности, ввод с их продукции на территорию нашей страны запрещен управлением Россельхознадзора до особого указания. В общем, сейчас Россельхознадзор запретил поставку продовольствия в России более 20 белорусских предприятий. А вопрос о возобновлении поставок обсудят на встрече ветеринарных инспекторов стран Таможенного союза. К другим темам. Рязанские следователи подвели итоги антикоррупционной борьбы в этом году. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей. Россия в числе первых стран подписала конвенцию, которая вступила в силу в декабре 2005 года. Документ обязывает подписавшие его государство объявить уголовными преступлениями, взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Ежегодно объявляется тема борьбы с коррупцией. На 2014 год ею стала тема «Разорви цепь коррупции». Расследование преступления коррупционной направленности является одним из приоритетных направлений в деятельности Следственного комитета России. Следственным органам удалось добиться положительных результатов по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности. При этом важнейшим принципом, которого придерживается Следственный комитет в борьбе с коррупцией является неотвратимость наказания. Так, за текущий период этого года следственными подразделениями Следственного управления Призанской области возбуждено 72 уголовных дела коррупционной направленности. В основном это дела о получении и даче взятки по 24 уголовных дела. Из них 43 уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В общем, рязанские следователи обещают бороться с общественным злом усиленно и в будущем году. Ну а теперь о другом. На трассе Москва-Астрахань в Скопинском районе вчера утром произошла страшная авария. Погибла девушка-пассажир. Авария, в которой погибла 23-летняя жительница Пензы, произошла ранним утром во вторник. 40-летний водитель микроавтобуса «Мерседес», двигаясь в сторону Тамбова, не справился с управлением и съехал в кювет. В этот момент в автомобиле находилось 6 человек. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. 56-летний мужчина с множественными травмами госпитализирован в центральную районную больницу города Скопина. 28-летнему мужчине была оказана медицинская помощь в больнице. Другие участники происшествия не пострадали. Позднее на трассе Рязани-Ряжск произошло еще одно дорожное происшествие. 29-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» не справился с управлением и вылетел навстречу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле», за рулем которого находился 23-летний житель Кораблино. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, в том числе 3-летний ребенок. 62-летняя пассажирка «Сузуки» и пассажирки «Шевроле» 25 и 27 лет получили травмы, и им была оказана медицинская помощь. Трехлетняя дочь одной из пострадавших перевозилась без детского удерживающего устройства и также получила травмы. Я направлялся, двигался в сторону Рязани, ну а машину, ну как, повело, смотрю, встречный «Сузуки», по дороге таскает и навстречный выскакивает. Ну попытался уйти, а куда уходить, и удар на моей стороне. Снег в середине декабря, как всегда, оказался неожиданностью для некоторых водителей. А рязанские наркополицейские сообщили о вступлении в силу приговора суда в отношении семейной пары сбытчиков синтетических наркотиков. Кстати, судимости у этих наркоторговцев отнюдь не первые. В Рязани осуждены гражданские супруги, занимавшиеся сбытом синтетических наркотиков. По материалам уголовного следствия, неработающие 38-летний Максим Кокаулин и его 32-летняя благоверная Елена Толстая на протяжении многих лет употребляли наркотики. К тому же супруги не раз привлекались судом к ответственности за продажу смертельного зелья. Максим Кокаулин и его гражданская супруга Елена Толстая были задержаны сотрудниками наркоконтроля в 2013 году. по подозрению о сбытии наркотиков новых видов, а именно наркотическое средство, метилендиоксипереволерон или МДПВ. Часть сбывалась через тайниковые закладки, а часть из рук в руки при личной встрече особо доверенным лицам. Торговля продолжалась несколько месяцев, пока злоумышленники не были задержаны сотрудниками наркополиции. Женщина занималась организационными моментами, приобретала товар, находила клиентов, договаривалась о встрече. Ее супруг являлся исполнителем. В ходе расследования были установлены 9 эпизодов сбыта наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору. Виновность дилеров нашла полное подтверждение в судебном заседании. К Акаулину назначено лишение свободы в колонии строгого режима на строк 3 года 1 месяц. Толстая приговорена к 1 году 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. В школы вернулись итоговые сочинения. Всего, по словам министра образования России Дмитрия Ливанова, 3 декабря почти 700 тысяч российских учеников выпускных классов впервые писали эту творческую работу. Причем, как отметил министр, лишь 5% 11-ти классников не получили зачет за итоговое сочинение, которое вернули в школьную программу. Также он сообщил, что те ребята, кто неудачно сдал, смогут переписать свое сочинение в феврале и мае. Итоговое сочинение рязанские школьники выпускных классов написали 3 декабря. Спустя неделю после проверки всех работ стали известны результаты. В принципе, по подсчетам чиновников регионального министерства образования, этот показатель ниже, чем в других уголках страны. Кстати, сочинения оценивались уже вполне по-институтски, то есть школьникам выставлялись зачет или не зачет. Проверка проводилась по пяти критериям. Также обозначу их. Первое – это соответствие теме выбранной. Второе – аргументация, привлечение литературного материала. Третье – композиции и логика рассуждения. Четвертое – качество письменной речи. И пятая – грамотность. Так вот, основная масса выпускников получила зачет. Несмотря на небольшое число двоечников, педагоги отмечают и тревожные тенденции. По мнению учителей, школьники стали меньше читать, в том числе и произведений классической русской литературы. От этого увеличилось в написанных итоговых сочинениях число орфографических и речевых ошибок. Зато развилось косноязычие и неумение выразить свою мысль. Темы все были, я считаю, достойные. Конечно, наибольшее внимание привлекла тема войны. Это понятно, потому что в этом году, в 2015-м, извините, мы будем отмечать 70-летие помиды. И действительно, тему выбрали многие. Но я, опять же, хочу отметить, что все-таки в нашей школе, помимо военной, темы выбрали из всех направлений. И о Лермонтове писали работы, и «Свесть поколений», и о природе написали, и нравственную тематику. Все-таки есть над чем работать, потому что где-то приблизительно 40% в плане орфографии, речи, косноязычия, работы действительно не очень интересны. Есть над чем работать, и я думаю, что будем это делать. Читали наши выпускники меньше, значит, и, к сожалению, меньше стали читать и классическую литературу. Здесь мне хотелось бы отметить, что классика, она потому и классика, что она актуальна во все времена. То, что тенденция такая сложилась, это печально. И, конечно же, по итогам проведения сочинения будут разработаны методические рекомендации всем педагогам, преподающим русский язык и литературу в Рязанской области по использованию новых, более современных форм работы с классическими произведениями. Потому что сейчас вопрос стоит прежде всего в использовании новых технологий. Результаты итогового сочинения станут основанием для принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации. Впрочем, во втором полугодии ученики смогут исправить неудовлетворительные оценки. Переписать неудачные работы можно даже дважды в феврале и мае. Но обороться с неграмотностью среди молодежи, помимо методических министерских пособий, призваны и общественные библиотеки. Конечно, сейчас они менее популярны, чем в советское время. Впрочем, возвратить статус самой читающей нации – это, безусловно, важная государственная задача. Сегодня подвели итоги регионального конкурса среди молодых библиотекарей. Побывал на обсуждении проблем библиотечного дела Михаил Шибанков. Сегодня в библиотеке имени Горького состоялся финал конкурса молодых библиотекарей Рязанской области. Называется он «За новый статус и имидж профессии». Организован региональными министерствами молодежной политики, а также общественной палатой Рязанской области. По счету, это уже третий конкурс, и с каждым годом он привлекает все больше и больше новых специалистов. Состязание направлено на улучшение творческой деятельности молодых библиотекарей региона, оказание помощи в их профессиональном развитии и формировании привлекательного имиджа профессии. Проект замечательный потому, что дает в полной мере возможность проявить себя молодых наших профессиональных работников библиотек Рязанской области. Он уже проходит не первый год. Нам он очень нравится, потому что мы приглашаем сюда наших замечательных девушек не только для того, чтобы они показали свои умения и навыки, но и много чему научились у тренеров, специалистов, для того, чтобы они пообщались, обменялись идеями, просто подружились. И уже в дальнейшем могли получать быстрые консультации, какие-то дружеские советы для того, чтобы у них расширилась среда профессионального общения. И нам кажется, что это нам удается. Конкурс проходил в два этапа. В рамках отборочного тура участники конкурса представили свое портфолио «Почему я библиотекарь». Они постарались рассказать о роли библиотечного дела в современных условиях. Практически все проекты молодых специалистов направлены на поиск новых методов привлечения читателей, в том числе и с помощью современных средств – социальных сетей и интернета. В финальный этап конкурса вышли девять молодых библиотекарей. Подобные мероприятия, по словам организаторов, должны способствовать развитию библиотечной сети, улучшить качество обслуживания и поднять интерес у горожан. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал исполняющий обязанности руководитель региональной службы госнаркоконтроля Олег Андреяшкин. Речь в беседе пойдет об итогах работы управления и об основных направлениях противодействия распространения дурмана. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова